Всем привет! Сегодня мы посмотрим на мощные и функциональные зарядные устройства от компании Charson. Называется оно Antimator. Оно обладает следующими характеристиками. На зарядные устройства можно подавать напряжение от 10 до 18 вольт. Мощность заряда у нас 250 ватт и мощность разряда 20 ватт. Ток заряда может быть от 0,05 до 10 ампер и ток разряда от 0,05 до 7 ампер. У нас есть память на 10 аккумуляторов, то есть можем сохранять настройки зарядки для каждого аккумулятора отдельно. Этим зарядным устройством можем заряжать никель металлогидридные, никель кадмиевые аккумуляторы от 1 до 17 ячеек. Также литий полимер, литий ион и литий феррум от 1 до 6 банок. Также свинцовые аккумуляторы от 2 до 24 вольт. Размеры зарядного устройства составляют 137 на 82 на 26 миллиметров и весь тано 340 грамм. А сейчас давайте откроем коробку, посмотрим что внутри. И внутри мы находим отлично упакованное зарядное устройство. В зарядном устройстве уже выведен кабель для подключения к блоку питания или аккумулятору. На передней панели у нас есть экранчик, 4 функциональных кнопки, система активного охлаждения. Вот здесь вентилятор довольно-таки большого размера. С левой стороны у нас находится USB разъем для прошивки зарядного устройства, силовой кабель. Также у нас есть разъем для подключения внешнего температурного датчика и еще один разъемчик для блока питания. С правой стороны у нас находятся балансировочные разъемы и разъемы для подключения силового кабеля аккумулятора. Снизу у нас ничего нету. Корпус зарядного устройства изготовлен из металла, есть резиновые ножки, все очень классно и качественно сделано. Давайте посмотрим что у нас еще есть в коробке. В коробке мы находим два крокодила. Очень классно. Такие крокодилы не всегда встретишь в комплектации с зарядным устройством. И они очень пригодятся для подключения зарядного устройства к свинцовому аккумулятору, например, вашего автомобиля. В крокодилах уже есть необходимые коннекторы, к которым мы подключаем силовой кабель зарядного устройства. Вот так вот это выглядит. Все очень классно. Непонятно почему другие производители так не делают. Здесь у нас переходники под различные разъемы аккумуляторов. У нас есть XT60, T-коннектор, и обычный сервоконнектор. Очень классно, что все они есть в комплекте. Не все производители, к сожалению, так заботятся о клиенте. В комплекте мы находим инструкцию. Она на английском языке. Иллюстрированная. Разобраться в ней не составит труда. Теперь давайте включим зарядное устройство и посмотрим, как оно работает. Меню здесь стандартное. Оно такое же самое, как у большинства зарядных устройств на сегодняшний день. Например, Tornage Acus L6 или IMAX B6. У нас есть программные настройки, где мы можем задавать различные ограничения, устанавливать лимиты, включать-выключать звук на срабатывание кнопок и устанавливать различные отсечки. Также у нас есть специальные режимы, где мы можем найти программу для тестирования мотора. У нас есть режим для того, чтобы с помощью этого зарядного устройства можно было резать пенопласт. И есть замер внутреннего сопротивления аккумулятора. Результаты замеров получаются достаточно точные и совпадают с результатами тестера. Мы можем сохранять до 10 настроек для зарядки различных аккумуляторов. Также загружать их при необходимости. У нас есть режим зарядки для литиевых батарей. Никель-металлогидридных, никель-катмиевых и свинцовых аккумуляторов. Давайте посмотрим, какие режимы зарядки доступны у нас для литиевых аккумуляторов. Первый и самый главный у нас режим балансировки. Дальше у нас идет режим обычной зарядки. Режим быстрой зарядки. Режим хранения. Режим разряда аккумулятора. Дальше у нас идет режим разряда плюс, когда мы можем увеличить мощность разряда, подключая к зарядному устройству дополнительное оборудование. Дальше мы можем циклично заряжать и разряжать аккумулятор. Выбираем количество циклов, в которые пройдет аккумулятор. И нажимаем кнопку старт. Дальше у нас идет интересный пункт липомонитор. Впервые я встречаю его в зарядном устройстве. В инструкции написано, что он нужен для того, чтобы следить за показателями аккумулятора, когда мы его заряжаем другим зарядным устройством. Здесь, конечно, непонятно, зачем нам другое зарядное устройство, когда у нас есть это. Но давайте подключим аккумулятор и посмотрим, за какими показателями мы можем следить. Итак, мы видим, что у нас липоаккумулятор, три ячейки. Здесь у нас должна показываться температура аккумулятора, но поскольку не подсоединен датчик внешней температуры, то здесь ноль. Дальше мы видим напряжение аккумулятора и время, когда мы запустили монитор. Также у нас доступно напряжение на каждой банке. В общем, больше ничего интересного здесь нет. Давайте попробуем зарядить аккумулятор в режиме баланс. Нажимаем на кнопку старт. Здесь мы можем выбрать тип аккумулятора. Литий-полимер, литий-эферум или литий-ион. И можем задать ток, которым будет заряжаться наш аккумулятор. Количество ячеек у нас определяется автоматически. И больше нет такой дикости, когда вручную нужно вбивать количество ячеек используемого аккумулятора. У нас проверяется аккумулятор. Проверка завершена и идет зарядка. Здесь мы видим, какой аккумулятор подключен, с каким током он заряжается, текущее напряжение. Здесь мы видим, что мы находимся в режиме балансировки. Также видим, сколько миллиампер залит в аккумулятор и время зарядки. Здесь мы видим напряжение на каждой банке. Также можем видеть заданные настройки для этого режима зарядки. Здесь установлен таймер на 120 минут. Температура отключения 50 градусов. Также у нас есть температура внешнего температурного датчика. И внутренняя температура зарядного устройства. Также можем наблюдать за питанием зарядного устройства. Здесь мы видим конечное напряжение. И отсечка стоит на 5000 мАч. Активная система охлаждения у нас включается автоматически. Когда это нужно зарядному устройству. Также в меню программы мы можем его включить, чтобы он постоянно работал. Или вообще выключить. И давайте еще посмотрим, какие опции у нас доступны для зарядки никель-металлогидридных аккумуляторов. Для никель-металлогидридных аккумуляторов у нас есть два режима зарядки. В режиме Charge Out мы задаем максимальный ток, с которым может заряжаться аккумулятор. Мы нажимаем на кнопку Start и аккумулятор начинает автоматически заряжаться током 1С. Но не выше того предела, который мы указали. В режиме зарядки Charge Manual аккумулятор у нас будет заряжаться тем током, который мы указали. Здесь у нас режим разряда. Режим циклирования. Выбираем сколько раз аккумулятор у нас зарядится и разрядится. Здесь у нас режим зарядки Forming. В этом режиме у нас устраняется дисбаланс между ячейками никель-металлогидридного аккумулятора. В результате ваш аккумулятор будет работать лучше и прослужит вам дольше. Это все режимы, которые доступны у нас для никель-металлогидридных аккумуляторов. Такие же режимы у нас для никель-кадмиевых аккумуляторов. И для свинцовых аккумуляторов у нас доступно два режима. Режим заряда и разряда. В общем, все достаточно просто и понятно. Ну что, зарядное устройство Charge On Antimator мне приятно удивило. Отличный функционал. Также простота использования. Отличные материалы изготовления. Оно достаточно точное и самое главное доступное по цене. Ссылка на зарядное устройство, как всегда, будет в описании под видео. А на сегодня все. Не забываем подписываться. Подписка бесплатная. Видео на канале выходят два раза в неделю. В среду и в субботу. Спасибо всем большое за внимание. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok